Всем привет! В этом видео мы рассмотрим, как отслеживать изменения в Word. Представьте, что вы пишете статью или готовите отчет для своей организации. К работе над ними могут привлекаться некоторые из ваших товарищей по команде, рецензенты и редакторы. В результате в конце дня вы можете получить документ, очень сильно измененный по сравнению с исходным. В таком случае тяжело определить, какие изменения были внесены и кто внес эти изменения. Но к счастью в Word есть специальная функция для отслеживания изменений, внесенных вами или другими лицами. Для того, чтобы включить эту функцию, откройте любой текстовый документ в Word и перейдите на вкладку рецензирования. Тут нажмите записывать исправление. Также вы можете использовать комбинацию клавиш Ctrl-Shift-I. По умолчанию внесенные вами изменения будут отмечаться красным полем слева от текста. Этот цвет поля будет разным для разных пользователей, вносящих изменения в документ. Если вы больше не хотите отслеживать изменения, вы можете легко отключить его, таким же образом, как и включили. Перейдите в раздел рецензирования и еще раз нажмите записывать исправление. Или используйте сочетание клавиш Ctrl-Shift-I. После того, как вы отключите отслеживание изменений, Word не отслеживает внесенные изменения. Однако ранее внесенные изменения будут видны. Некоторые пользователи предпочитают добавлять комментарии для изменений, внесенных в документ. Чтобы добавить комментарии, выберите текст, к которому вы хотите добавить комментарии, и нажмите создать примечание. Теперь введите комментарии в специальное поле. Существуют разные варианты просмотра изменений. Краткий, когда на полях есть выноски. Детальный, в котором также видны комментарии. Документ, который получится при применении всех исправлений. И документ, который у вас был до внесения изменений. Далее вы можете применить исправления, либо отклонить их. Можно, проходя по каждому изменению, решать, применить его или отклонить, либо сразу все исправления принять. Надеюсь, это видео оказалось полезным. Если да, не забудьте поставить лайк и подписаться. Увидимся в следующем видео. Пока.